всем привет меня зовут ира и в этом видео хочу показать вам хою который я еще нигде по моему ни разу не показывала хойку зовут епц 260 есть у нее еще там длинная американская то есть англоязычное название который я не запомню поэтому всегда я ее подписываю ну и вообще я смотрю чаще и пишут просто епц 260 уж больно там длинное название у нее это хое у меня давно лет наверное 5 как только я увидел мне сразу она понравилась мне понравились ее крупные такие листья они овальные жильстые сплэшные все очень красивая она в себе сочетает хая у меня была с трудностями она у меня по моему даже не раз болела я могу показать даже последствия болезни у нас еще есть остались вот это стандартные грибковые заболевания нарушение агротехники тоже можете наблюдать есть такое и самое интересное по моему у меня здесь два черенка нет ошибаюсь почему-то я думал что у меня здесь два черенка значит значит это не она у меня значит это у меня лариса очень похожи кстати если вам будет интересно я сниму видео сравнение и отдельное видео на ларису у меня тоже будет поэтому если вы еще не подписались на мой канал подписывайтесь будет много чего интересного вернемся значит болела она у меня не один раз но все все эти болезни у меня были вызваны тем что я просто-напросто не правильно за ней ухаживал и эти болезни у меня были очень очень давно то есть видите листья у меня нижние я только с ней как бы на тот момент начала знакомиться и подстраиваться под нее либо она под меня подстроилась скорее она под меня подстроилась потому что как я поливаю не совсем регулярно так и продолжаю это делать к сожалению вот находится она у меня в метре от южного окна и представляете до этого момента вот прям вот до сегодняшнего вот прям вот только я ее оттуда сняла на мыло и решила снять видео она у не висела ампель на то есть представьте вот это лотова пухастая просто у меня была в горшке и плеть и и свисали поэтому можете увидеть что у меня здесь листья вот видите как развернуты то есть вниз объясняю как это было она у меня была в подвешенном таком моем плетеном из шпагата подвесе это вот ветка полезла на верхний горшок у меня там полинера silver стоит в подвесном уже металлическом таком кашпо и она очень там каплила зацепилась и как бы бросал собственно по стене я их разматывала они там еще сигелатисом какие-то мутки мутили в общем попыхтела я там все-таки размотала и думаю ну все пора девочку взрослая пора ее уже формировать на опору и вот собственно я ее сейчас намотала и думаю дай надо ее уже запечатлеть все таким девочку уже большая красивая пора не рассказывать и хочу сказать вам какие мои наблюдения ну во первых по уходу как я уже сказала что он у меня опять же такой вот нерегулярный сейчас жарко отопление еще не отключили я поливаю ее два раза в неделю примерно выходит но вот эти бактериалки которые мы схватили это было все в периоды когда не было отопление было холодно тут у нее старинный грунт я ее давно пересаживала когда я оставляла опору сейчас я прям с трудом ее вставила и когда хотела утрамбовать чтобы опоры не болталась то я прям не грунт вот запихивала к опоре а именно прям вот корни ее нужно пересаживать это я себе говорю когда буду пересматривать это видео потому что сейчас я не собираюсь пересаживать у меня абсолютно нет времени у меня отправки заказы в общем я вся в работе помимо этого мне еще двое детей вот так что когда я вижу это видео и надо мне самой себе напомнить что надо ее пересадить и вот я хочу еще вот к чему я это говорю к тому что по моим наблюдениям вот просто хочу вот вам показать показать вам этот шикарнейший узел вы посмотрите какой шикар какие вообще она шикарные листья мне сейчас выдает даже вот эти вот вы уже видели то есть но не вот это вот все вот это вот мелочь которая раньше у нее было ну не то не скажешь про мелочь но вот то что ты и старинные вот листья вот которых здесь и будет повреден это все не совсем то красивое что она сейчас вот мне стал выдавать это я к тому еще говорю что вот у меня давнишний грунт а смокот у меня был введен прошлой весной или летом это удобрения какие я сейчас не вношу просто хоя повзрослела она начала давать вот свою вот истинную вот природную красоту показывать то есть вы когда покупаете черенок из первого узла редко когда бывает что-то красивое каждый хоя нужно разрастись и показать себя вот прям во всей красе уже будучи чуть ли не взрослым растение поэтому не расстраивайтесь если ваш очень красивый черенок хоя ну или даже любого другого растения не самого начала растет как хотелось бы вам просто подождите наберите терпения я даже практикую такое что покупаю с допустим со скидкой какой-то вид хоя как посадочный материал то есть я знаю что гены хорошие у материнского растения но просто черенок неудачный то есть он либо деформирована либо просто листья вы такие маленькие выросли и тем самым я экономлю хорошенькую сумму бывает ожидал прям очень хорошенькую сумму кстати вот как раз такие два таких растений я купила в этом сезоне уже может быть сниму распаковку расскажу покажу что и как ну это я делаю с целью то есть покупка таких вот черенков не очень привлекательных на вид использую их как просто посадочный материал то есть но при условии что материнское растение красивое естественно чтобы все у меня устраивало так что имейте ввиду все равно листья они да конечно хочется было черенок был красивый но смотрите то что вы посадили вы скором времени даже не увидите вот мой посадочный материал который заболел и выглядит сейчас не очень то есть это все со временем просто обрастет зато вы в каком-то плане сэкономили это конечно же касается каких-то прям очень уж новинок покупать какую-то недорогую хую танец ну и не знаю кто может кто даже не продает такое что-то не симпатичная я бывает что-то прям деформированное выкидываю либо могу подарить вот тут как бы смотрите а кто-то хочет ведь сразу смотреть да вот ты вот купил красивый узел и ты будешь его наблюдать год точно ты его будешь видеть не все хую очень быстро растут сказал бы малая часть быстро растет в основном они не очень шустрые вот так что такая вот тема для размышления и обсуждения напишите комментарии что вы думаете по этому поводу как бы вы хотели ну что для вас важно купить сразу красивый черенок и смотреть на него либо вы бы склонялись к тому чтобы сэкономить и купить чисто посадочный материал а потом уже любоваться но и радоваться то денежка которую вы сэкономили жду вас комментариях ну что еще я не сказала конкретно про эту хую она у меня нет свела ни разу по уходу как вы поняли что я не больно за ней слежу также она у меня растет как обычно в глиняном горшке дренажном заклеенном отверстие сейчас я ее вот намотала на опору и поставлю не знаю куда поставлю на прямо южное окно я ее побоюсь ставить потому что предполагаю что она выгорит хотя лариса стоит у меня прямо на южном окне и она немножечко даже даже вот бывает и прямо по румяненькая но что то мне кажется что и пациент так не отреагирует на такую перестановку поэтому скорее всего я ее куда-нибудь притяну либо поставлю во второй ряд в общем пока не знаю если вас заинтересовала покупка данных ой пишите мне вконтакте ссылку оставляю под описанием к этому видео всегда вы можете просто перейти по этой ссылке добавится ко мне в друзья и написать в личное сообщение где укажете что вас интересует ну и конечно же посмотрите мой альбом под названием делюсь там предоставлены все черенки на продажу но что-то может быть на срез пример какие-то растения я просто не ставлю укоренять и продают только срезом в общем жду вас но и если у вас какие-то вопросы остались по поечке тоже пишите комментарии всем до скорых встреч пока пока